Всем привет! Сегодня в видео мы разберем охлаждающий кулер для телефона, для его очистки и обслуживания. Во время пользования кулером вы можете заметить, что через какое-то время охлаждение может снизиться, и тогда необходимо кулер разобрать, почистить его, заменить термопасту, да и в целом посмотреть, как поживает внутренности нашего холодильника. Очень важная информация для тех, кто решился все-таки разобрать свой кулер. Обратите внимание, что после того, как вы его вскрываете, никаких претензий к продавцу, вы уже не сможете предъявить, если что-то сломается. Поэтому вы действуете на свой страх и риск. Очень важно не применять каких-то особых усилий при разборе кулера, не применять силу для того, чтобы не оторвать какое-то соединение проводов, а также не пытайтесь снять вентилятор кулера. Это неразборный кулер, и если вы будете силой его снимать, то, скорее всего, вы его повредите. Если у вас по какой-то причине перестал работать вентилятор, издает звуки или уменьшилась скорость вращения, вам проще заказать просто сборный кулер на Алиэкспрессе. Ну и все, как говорится, я вас предупредил, а мы продолжаем. Для начала нам необходимо найти какой-нибудь плоский предмет, в моем случае это металлическая линейка. Поддеваем металлическую пластину, аккуратно поднимаем края, для того, чтобы клей отошел от элемента пельтье. Как видите, пластину я легко снял, на ней есть куски термопасты. Далее, нам необходима отвертка, иногда может понадобиться шестигранник. Откручиваем болты соединений корпуса для зажима телефона, в моем случае 4 болтика, у вас может быть больше. Далее поднимаем крышку, наблюдаем металлический радиатор. Сам элемент пельтье, его без труда снимаем, для того, чтобы добраться до радиатора. Снимаем радиатор. После того, как мы полностью разобрали все детали нашего кулера, нам необходимо их осмотреть на наличие пыли, всяких комков, волосни и так далее. Всего того, что может ухудшить охлаждение. Особое внимание обратите на радиатор, так как он служит для отвода тепла. Чистить кулер мы будем с помощью ушных ватных палочек или с помощью сжатого воздуха. Не забудьте продуть отверстия для вывода горячего воздуха, ребра радиатора. После того, как мы прочистили все внутренние компоненты кулера, мы приступаем к очистке металлической пластины от кусков старой термопасты. Для этого нам подойдет любой спирт и салфетка. Центральная часть очищается без проблем, а вот по краю металлической пластины, где нанесен клейкий слой, термопаста так просто не отделяется. В этом случае также используем металлическую линейку, либо любой другой предмет для того, чтобы очистить края. И не забываем проходить спиртом, чтобы обезжирить. Все, наш кулер почистен, теперь приступаем к сборке. Все делаем в обратной последовательности. После того, как мы одели корпус зажима телефона, здесь я наблюдаю остатки старой термопасты. Можно также почистить для эстетики, чтобы вас это не смущало, но на производительность это никак уже не влияет. Закручиваем болты обратно. Теперь самое время нанести новую термопасту. В принципе, подойдет любая. Я брал в ДНСе по наибольшему количеству отзывов положительных. Наносим небольшой слой термопасты. Растираем тонким слоем с помощью карточки любой. В моем случае вот такая вот лопатка. Остатки термопасты мы убираем с помощью салфетки. И все, последний этап. Мы обратно приклеиваем металлическую пластину. Надавливаем на края для лучшей фиксации. И все, наш кулер собран. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...